В поселке Октябрьский в Троицком храме божественную литургию возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. После богослужения владыка посетил детскую больницу в Люберцах и поздравил детей с наступающим Новым годом и Рождеством. Подробности в нашем сюжете. В Троицком храме в Октябрьском многолюдно, как во время больших церковных праздников. Здесь проходит архиерейское богослужение, которое возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Мы сердечно вас благодарим за то, что мы нас посетили. Нечасто архиерейки приезжают сюда, как отец Андрей, прежним настоятельно, говорил, что это лишь вторая архиерейская храма в этом храме. Богослужение совершили в праздник святой великомученицы Варвары. В храме находятся частицы ее мощей. В памяти литургии настоятель Троицкого храма отец Андрей преподнес архиепископу икону Спасителя. Сегодня, кроме всех мероприятий, еще постараюсь, Бог даст, посетить и больницу. Это будет мое первое посещение. И все-таки познакомиться и с главврачом, и с докторами. Прийти пообщаться немножко с пациентами, с детками, потому что там есть у нас и детское отделение. Для детей появление архиепископа в палате стало приятным сюрпризом. Один из пациентов – 15-летний Иван Гутер. Он пострадал 13 декабря в результате взрыва у входа в православную гимназию в Серпухове. Началась боль в ногах. Я сначала не понял, что там. Подумал, что там что-то ударило, но не думал, что там раны. Раны, они небольшие, но они достаточно глубокие. Раны, и плюс ко всему, там в ранах были частицы отежда его. То есть это инфицированные раны. Поэтому, конечно, должен получить курс антибактериальной терапии. Ваня через неделю уже пойдет на поправку. Раны заживают. Молодой организм берет свое. С Ваней работает психолог. Мы очень надеемся, что после выписки он сможет, несмотря на свои страхи, несмотря на шок, который он перенес, он сможет пойти и дальше продолжит учиться в школе. Владыка благословил Ивана и других ребят. Пожелал скорейшего выздоровления и поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством. Всем юным пациентам вручили сладкие подарки.